Ни о какой морали и правах на Западе уже давно нет речи. Там руководствуется только фашистской идеологией и нацистскими методами. Пытки раскаленным дулом автомата и лезвия ножа в огнестрельные раны. Так издевается в украинском плену. Накануне состоялся обмен военнопленными. В Россию вернулись 90 бойцов. В момент обмена наш корреспондент Ксения Лебедева записывала интервью с омбудсменом по правам человека в ДНР Дарьей Морозовой. По ее мнению, лучший подарок для женщин Донбасса к 8 марта это возвращение их мужчин с живыми. Возвращаются, глядя на ваш телеграм-канал, где выкладываются видео с их опросами, понятно, что они безумно счастливы, что их забрали. Но как бы другого варианта и не было. Что они рассказывают, какие пытки к ним применялись, и многие из них как долго находились на территории Украины и вприну? На данный момент, конечно, сейчас идет переговорный процесс только о тех людях, которые попали в плен с началом СВО, потому что у нас еще осталось определенное количество, которое находилось в плену в Украине еще до начала СВО. По этим людям, я так понимаю, мы сейчас не работаем. Соответственно, те, которые попали, есть такие, которые находятся там и с февраля месяца, которые самые первые с марта месяца, то есть довольно большое количество. Что касается ДНР, сейчас плену на территорию Украины находится порядком 356 человек. Опять же, это те люди, о которых мы знаем. Что касается пыток, да, Украина, конечно, здесь вот эта вот безнаказанность со стороны международного сообщества, на мой взгляд, привела к тому, что пытки с каждым обменом, вот с каждым интервью всех опрошенных, которые вышли с плена, они только ужесточаются, ухудшаются и условия содержания. И вот последний, вот мы ребят привезли, вот буквально недавно, вот рассказывают, что появилась вот одна из новых видов пыток, это раскаленное дуло автомата. Ну, соответственно, я уже не говорю о пулевых ранениях, куда потом штык ножами просто засовывают и выворачивают эти раны. Но психологические пытки, это понятная имитация расстрелов, опять же, звонки родственникам. Есть такие случаи, когда присылают сообщения и вымогают с родственников деньги на их, допустим, содержание какое-то или, опять же, какой-либо телефонный звонок, подтверждение. К сожалению, ситуация не поменялась. Она была также и с 2014 года, только, наверное, обусловлена тем, что были минские соглашения, соответственно, очень пристально за этим все наблюдали, наблюдало международное сообщество, соответственно, и Красный Крест, и ООН, и те же ОБСЕ. И Украина это не выкладывала так вот в массы, как это происходит сейчас. То есть все же это их сдерживало в какой-то степени? Естественно, их, конечно, сдерживало, потому что это нарушение и конвенций, и минских соглашений, опять же, в той или иной части. Поэтому, ну, я так предполагаю, что опасались санкции. Но, опять же, если мы откроем отчеты ООН по правам человека, которые, в принципе, публикуются практически с конца 2014 года, то там можно смело увидеть все описанные пытки, которые Украина применяла по отношению и к военнослужащим Донецкой Народной Республики, и Луганской Народной Республики. То есть, в принципе, это никогда не было ни для кого секрет. Вот, ну, здесь уже ставится, конечно, под сомнение вообще вся деятельность тогда, прозрачность этих организаций. Почему до сих пор нет вот таких вот реакций? Но, тем не менее, вот, к сожалению, это все продолжается. Мы со своей стороны это все фиксируем и передаем, как и у нас это фиксируется. Ну, точно так же. И фиксируют определенные компетентные органы, тот же Следственный комитет. Поэтому пытки относятся к роду военных преступлений. Соответственно, я хочу напомнить, что военные преступления срока давности не имеют. И любая война навсегда заканчивается. Одна из самых гуманных тем, на мой взгляд, которая сейчас привела к очень тоже такому большому коллапсу, на мой взгляд, это тема пропавших без вести. Ну, скажите, ну, куда еще гуманнее? Ну, вот, незнание, где находится твой близкий, приравнено женевскими конверсиями к пыткам. То есть, люди, которые пропали с 2014 года, по обе стороны разграничения. Какая тут может быть политика? Я неоднократно в Минске говорила, когда у нас были определенные трудности в этом вопросе. Говорила, ну, неужели мы будем политику с вами, извините за вооружение, строить на костях? Давайте найдем этих людей, давайте вернем по обе стороны соприкосновения. Давайте успокоим, отдадим должное этим ребятам, женщинам, которые пропали. Мы предложили дорожную карту по поиску пропавших без вести в 2015 году. До 2020 года Украина находила любые аргументы для того, чтобы, ну, просто эту дорожную карту не рассматривать. В 2021 году нам просто заявили о том, что нам этот вопрос не интересен, и мы им заниматься не будем. Что мы только не делали. Я вам даже скажу больше, мы в Донецке в условиях военного положения, военного времени смогли построить лабораторию ДНК, которая сейчас успешно делает все манипуляции, не только по крови, а еще и по кости. То есть вы вдумайтесь, насколько мы тщательно подошли к этому вопросу. То есть мы действительно были настроены на общую работу, и нам никто не запрещал. И глава поддерживал данную тему, потому что все понимали, ну, должно быть достоинство все-таки какое-то. Безусловно. Ну, это та тема, которая, ну, вот, ну, самая гуманнейшая. Ну, так должно быть. Но, тем не менее, нет. И что мы имеем на сегодняшний день? То есть у нас есть сейчас часть пропавших без вести, которая уже пропала во время СВО, но также у нас порядком 365 человек, это только с нашей стороны, числятся пропавшими без вести с 2014 года. Война началась только потому, что мы не такие. Я не говорю, что мы лучше. Мы другие. Мы добрее. У нас другие ценности, еще раз повторюсь. У нас другие цели. И если сейчас, спустя 9 лет, мы начнем уподобляться им вопрос. Вопрос. Зачем была нужна 9-летняя война? Скажите мне, пожалуйста. К чему мы пришли? Нет. Мы не такие. Нужно оставаться, помнить, из-за чего это все началось. Что касается той стороны. Та сторона, ну, давайте будем говорить открыто, очень давно обрабатывалась. Это же не 2014 года началось. Это началось все намного раньше. Давайте будем честны. Сейчас война окончится. Зеленский останется в Украине? Порошенко в Украине сейчас? А народ Украины останется на этой территории. И им это все встроить, восстанавливать. Не только инфраструктуру, свои дома и так далее, а и отношения с нами. И уже скоро в наших выпусках новостей смотрите эксклюзивное интервью с донбасскими бойцами, которые вернулись из украинского плена. О пытках и нарушениях международных конвенций узнаем из первых уст.